всем привет я читаю комментарии читаю отзывы веду беседы со зрителями с вами дорогие мои друзья товарищи по несчастью я бы сказал несчастье заключается в том что мы подсели на рок-музыку и никак с этой штуки не соскочить я не могу соскочить уже много десятков лет и мне это нравится что самое печальное и вместо того чтобы тратить деньги на какие-нибудь красивые вещи я их трачу вот на всякие замечательные пластинки так вот в отзывах комментариях я обнаружил удивительную вещь что огромное количество оказывается есть любителей группы электрик лай токистера ну что ж даже замолчал но хорошая группа до электрик лай токистера но мне больше нравится честно говоря две другие группы одна из них называется дому о которой мы поговорим отдельно в следующий раз потому что на мой взгляд это одна из ну 20 может быть самых крутых британских групп в конца шестидесятых начала семидесятых просто запредельная команда вторая такая штука называется the idle race у меня к сожалению нет номерных пластинок the idle race их всего три существует в природе но ничего страшного в этом нет потому что у меня есть пластинка под названием шизофреник психоделия это сборник синглов главных песен группы the idle race начиная с 1967 года по 1971 то есть до того момента когда джефф лин уже ушел из the idle race в группу the move о которой я сказал ранее the idle race что это такое это очень кайфовые песни настоящая британская психоделия вместе с тем можно назвать ее там саншайн поп как угодно но это в чистом виде психоделия потому что на одной сцене они играли с группами pink floyd в хороший период группы pink floyd то есть шестьдесят седьмой шестьдесят восьмой год сидом барреттом еще очень уместно они были там мы играли с группой the whole играли с группой с по клубам по разному про клубы я уже говорил если кто-то считает что группа я сыграла только филармонических залах и на больших площадках то нет по клубам шарились в полный рост также как любая другая нормальная группа с группой the moody blues они выступали и публика их очень любила группа была культовой что что называется публика принимала очень хорошо популярность была на высшем уровне но пластинки продавались отвратительно совершенно никто почему-то не покупал их но покупали но так не особенно хорошо я напоминаю что три диска всего вышло у айдлрейс два из них джеффом лином один без джеффа лина уже однако продавались синглы и вот эти самые синглы на этой пластинке шизофреника психоделия все собраны замечательная песня here we go around the lemon tree которую написал не джефф линн а написал рой вуд товарищ джеффа лина который играл в группе некоторое время играл в группе night riders предтечей electric light придти предтечей electric light orchestra да и предтечей the idle race the night riders переименовались потом the idle race и рой вуд поиграл немножко в этих самых night riders потом ушел создавать the move и создал эту потрясающую группу гениальную совершенно великолепнейшую его заместил джефф линн в the idle race уже и все пошло хорошо первую песню первый сингл первую сторону сингла точнее занимает вот это here we go around the lemon tree авторство роя вуда а дальше уже пошел джефф лин джефф линн писал очень хорошие песни в ту пору my father's son это не его тоже песни это вторая сторона б первого сингла а вот второй сингл команды imposters of life магазин и sitting in my 3 песни джеффа лина то что надо просто в духе the beatles периода там magical mystery tower наверное очень хорошая британская психоделия изысканная точно сыгранная дальше больше дальше пошли песни the skeleton and the roundabout knocking nails into my house и чем дальше тема они становились как-то не то чтобы мрачнее но более роковые более роковое звучание с психоделической гитарой со всеми делами с голосами там ляля но при этом big beat оставался что здорово не уходили в эти плавания полетные всякие плавания полетные хорошие придумал хорошую фразу до morning sunshine наверное любимая моя песня из этого набора и days of the broken arrows две песни morning sunshine будет номер один у меня days of the broken arrows номер два так что в интернете обязательно найдите вот эти произведения и послушайте их это очень хорошие штуки хорошее начало путешествия джеффа лина который пришел потом в электриклайт окестры здесь что здесь кайфово что мне нравится больше всего что здесь чувствуется развитие стремление вперед движение которые есть даже не от песни к песне если идти а внутри каждой песни есть чувство вот этого движения поиска радости какой-то радости открытий новых и в конце концов джефф лин и рой вуд организовали группу электриклайт окестр так случилось прекратили существование две замечательных групп подымов и до айдл рейс хотя дымов были страшно популярны и американские гастроли пластинки все было здорово все было на ура но по непонятным для меня причинами не на причин всегда множество перехода музыканта из одной группы в другую распада группы образования новые группы творчество творчество страшная вещь чудовищная примерно такая страшная как любовь творчество переворачивает человека выворачивает его наизнанку заставляет делать совершенно неожиданные поступки ну в общем образовалась группа электриклайт окестры два друга джеффлин и рой вуд рой вот потрясающий человек совершенно мульти инструменталист на всех инструментах играл пел массы голосов сочинял неземные совершенно произведения об этом мы поговорим отдельно когда будем говорить про дымов и выпустила группа электриклайт окестры первый альбом после чего джеффлин и рой вуд разошлись что два таких титана два замечательных композитора два замечательных исполнителя два прекрасных музыканта им трудно было сосуществовать они тащили все в разные стороны рой вуд хотел расширить состав привлечь большую духовую секцию привлечь струнную группу большую хотя сам играл на виолончели замечательно а джеффлин куда-то шел в другую сторону в более коммерческую более коммерческом направлении что ему и удалось и группа электриклайт окестры достигла фантастического коммерческого успеха о творческом успехе я не ничего не скажу потому что это дело вкуса уже кому-то нравится кому-то не нравится кто-то как я например говорит о фантастическом коммерческом успехе группы на электриклайт окестр вот эта пластинка до электриклайт окестры 2 эло 2 здесь написано 2 альбом электриклайт окестры но по сути дела это первая пластинка электриклайт окестры потому что здесь нет роя вуда и все взял на себя джеффлин и начался тот самый электриклайт окестры которые все вы любите все вы знаете все его цитируете игрить какая-то прекрасная неземная музыка то есть это первая пластинка электриклайт окестры джеффа лина хотя рой вуд здесь играл еще в двух песнях на виолончели и на бас-гитаре пластинка очень интересная одна из двух наверное которые мне нравится более-менее у этой группы она достаточно странная она вся состоит из кусочков надергана откуда только можно из классики из рок-н-ролла из пяти или шести примерно британских групп популярных на тот момент времени и муди блюз и все все что угодно здесь надо копаться слушать то есть фразочки отдельные гармонические ходы все это собрано замечательный коллаж хотя пластинка состоит не из маленьких кусочков а всего сколько здесь пять по моим песен да если я не ошибаюсь до 5 песен длинные полотна очень странные первое мне очень нравится первую песню здесь критики называют смесью the beatles и king crimson ну что-то общее есть мрачные виолончельные виолончельные роковые причем такие фразы тяжелые пассажи задушенный вокал джеффа лина очень странные тоже очень мрачный совершенно не похож на тот вокал джеффа лина который мы привыкли все на альбомах time там и discovery и прочее прочее такой прямо роковой роковая такая штука мама красивая песня единственное здесь ужасное произведение это орлова биховен на мой взгляд это конечно чудовищно все остальное здесь в принципе мне нравится все по моему это я высказываю свое мнение кто я такой чтобы судить там до джеффа лина художник имеет право делать все что угодно и сделано очень круто очень профессионально очень грамотно спето сыграно все хорошо я говорю о своем мнении просто вот роллова битховен конечно это с одной стороны песня стала большим хитом продвинула альбом продвинула группу вперед все стали и слушать по радио для радио и сократили здесь она длинная достаточно но она конечно на мой взгляд ужасно потому что из хорошей песни роллова битховен чака бэри сделана какая-то симфоническая поэма с началом до где цитируется собственно говоря битховен но без конца то есть там начинает играть оркестр и он может играть и семь минут и 15 и 25 и 30 и полтора часа то есть никакой ценности в этом полотне нет даже близко просто взяли и стали писать оркестровку и оркестровка пишется 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 потом раз решили в какой-то момент ее закончить и закончили какой-то финал такой раз и все и финальчик и очень хорошо но по сути по концепции по по структуре этой песни она извращена до нельзя при этом джеффлин еще и не знал текста этой песни роллова битховен и пел сам выдумывая какие-то додумывая те фразы которые оставались у него в памяти но это совершенно не важно текст немножко видоизменен джеффом лином в силу того что он не знал оригинала но тем не менее вторая сторона прекрасно совершенно это у нас from the sun to the world буги номер один и куяма вот это буги номер один настоящий британский арт-рок весь состоящий из цитат как я уже говорил из кусочков из классической музыки из фрагментов фраз групп которые играли вместе с группой the idol race еще но они почти неузнаваемые они так так скомпонованы так сыграно так все в единое целое собрано длинное полотно такое очень красивый настоящий британский арт-рок что тут скажешь ничего не скажешь что есть то есть слушать приятно ну и вот это самое куяма простите такое название не я его придумал куяма тоже не менее красивая арт-роковое произведение абсолютно в стиле британского прогрессивного рока того времени близко к ес близко к дженесис близко ко всей этой струе прогрессивного британского рока но немножко даже отличается обилием струнных обилием оркестровок все-таки здесь наворотов предостаточно в общем классинка вполне оригинальная вполне самобытная самодостаточная и заслуживает того чтобы ее ну по крайней мере послушать если не иметь дома а лучше иметь потому что иногда приятно послушать такую музыку действительно там все хорошо то что было потом с electric light orchestra мне честно говоря не очень импонирует хотя я говорю поклонников масса миллионы во всем мире эту музыку любят слушают его каждый день очень хорошо меня смутила вот эта пластинка когда я ее услышал впервые на меня хлынула такая такие цунами сахарного сиропа что я совершенно в них захлебнулся и знаете я люблю рок музыку я люблю рок рок это все-таки музыка грубая внутри добрые снаружи грубые внутри и beatles и rolling stones и gentle giant и genesis и yes в них есть грубость во всех этих командах есть грубость есть то что царапает то что режет то что в самых мажорных песнях в самых светлых скрытый какой-то минор скрытая тревога скрытые размышления скрытое напряжение рок царапающая будоражащая музыка в этой штуке ничего будоражащего и рокового не услышал но в любое состояние то приятно это такой такая большой поп это называется большая поп музыка примерно то что стали играть genesis после ухода питера габриэла и после там четырех пластинок первых где пел фил коллинз дальше пошел уже такой большой поп ничего плохого в этом нет но это немножко не моё а моё это группа the move о которой мы поговорим чуть попозже я пошел сами знаете куда но пить пошел на кухню выйду и выпью чего-нибудь хорошего а потом послушаю музыку вместе с вами пока